Друзья, всем привет! Вчера я анонсировал новое расследование о российском бизнесе Порошенко и сегодня я готов открыть карты. Речь идет об очередной офшорной компании из орбиты Петра Алексеевича и его окружения, компании JB Park, на которой оформлены его яхты и самолеты. Так вот, сегодня я публикую документы, которые показывают, как в 2014, 2015 и 2016 году компания JB Park торговала с новошахтинским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводом, который является основным поставщиком топлива в ЛДНР, топлива, на котором ездят танки сепаратистов, а также документы о том, как компания JB Park работает с торговым домом КАМАЗ, который находится под санкциями СНБО. Если этого мало для того, чтобы доказать коллаборационизм Порошенко и его работу на врага, но я уже тогда не знаю, что еще публиковать, чтобы вам стало понятно, с кем мы имеем дело. Поделюсь с вами своим стойким ощущением, что Петр Алексеевич Порошенко вслед за Виктором Федоровичем Януковичем собирается либо уехать в Россию, либо очень плотно связать свою судьбу с этой страной. И речь идет о фактах, которые вещь упрямая. Это развитие бизнеса Порошенко и его окружения в России. Это не только Липецкая кондитерская фабрика, но и сотрудничество с Новошахтинским НПЗ, который поставляет топливо в ЛДНР, сотрудничество с Газпромом, аграрный бизнес в виде ООО «Крахмалопродукты» и компании Lucky Grain. А теперь еще одно интересное новость. Это покупка инвестиционной компании ICU, принадлежащей личным банкирам Порошенко, по Сынюку и Гонтаревой, сети быстрого питания Burger King. Как вы понимаете, личные банкиры – это люди, которые выполняют все финансовые операции в интересах своего клиента Порошенко. Поэтому покупка Burger King в России и компании ICU, как мне кажется, ничто иное, как инвестиция именно Порошенко в пищевой бизнес, такой ему близкий. А вот зачем это делается? Это очень просто объяснить. Потому что Россия – страна, которая не задает вопросов инвесторам о происхождении их средств. Поэтому Петру Алексеевичу очень удобно деньги, которые он зарабатывает в Украине, вкладывать именно в Российскую Федерацию, что он и делает. И после окончания своего президентского срока он наверняка в этой же стране и окажется. Ну или как минимум будет считаться одним из богатейших людей в стране под названием Россия. Шановные участники урочистого заседания Верховной Ради Украины. Новообранным президентом Украины Порошенко Петром Олексеевичем выполнены все конституционные требования о несуместности с посадой президента Украины. Согласно с поданной ним заявкой, Верховная Рада Украины прекратила его повноважение как народного депутата Украины. Он не обнимает посад в органы государственной влады и объединенных граждан, не занимается иншой оплачиваемой или подприемницкой деятельностью, не входит в склады керевного органа или наглядовой ради предприятия, что имеет на метре отримания прибутки. Нема также других обстоятельств, которые позволяют складывать им присяги. Высокоповажный Петро Олексеевичу, сейчас я вручу вам текст присяги президента Украины, смест якою визначено Конституцией Украины. Прошу вас скласти присягу народовой Украины, поклавши руку на Конституцию Украины и преступницкое Евангелие, и скрепить ее смысл своим собственным подписом. Не занимается иншой оплачиваемой или подприемницкой деятельностью. Не входит в склады керевного органа или наглядовой ради предприятия, что имеет на метре отримания прибутки. Нема также других обстоятельств, которые позволяют складывать им присяги. Не занимается иншой оплачиваемой или подприемницкой деятельностью. 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 И присяг chrome в Sisterю devices. Продолжение следует...